В парке Зернова прошли занятия по хатха-йоге. Ха-итха – солнце и луна. Практика хатха-йоги направлена на то, чтобы соединить, объединить или сбалансировать эти две энергии для здоровья ума и тела. Хатха-йоги Никаких сложных ассан, такое мягкое растяжение, расслабление тела. Начинаем с дыхательной практики, где как раз устанавливаем спокойствие внутри. Пробедаем сначала установить спокойствие, расслабленность, и потом мягкие упражнения на растяжку, в том числе и на укрепление практически всех группы мышц в теле. За каждое занятие мы прорабатываем. Ассаны хатха-йоги помогают укрепить основные мышцы живота, боков, таза и спины, сохранить подвижность суставов, улучшить координацию, снять стресс, снизить нагрузку на нервную систему. Принять участие в тренировке может любой желающий. Ограничений по возрасту здесь нет, рассказала Вероника Толпанова. Йогой я давно занимаюсь, года два-три. Не слышала, что здесь йога проходит. Буквально на днях увидела пост в ВК и решила попробовать здесь, как это проходит. А в парке хорошо вообще в этом году, какие-то мероприятия проводят для детей, для взрослых. Раньше, конечно, такого не было, чтобы вспомнить у себя в детстве. Пустота. А в конце занятий выполняет комплекс тибетских монахов. Здесь две составляющие. За пять повторений и пяти упражнений участники прорабатывают все группы мышц, а также загадывают желания. Подобная практика помогает вернуть веру в мечту, которую многие теряют в современном мире. Желания загадываются. В нашем современном мире, к сожалению, многие потратили свойства мечтать, желать. Поэтому мы это все запускаем в себе, учимся, учимся мечтать, желать именно свои внутренние, искренние желания от себя. На зарядку становись. В Сарове развивается проект «Спорт в каждый двор», в рамках которого на нескольких локациях города инструкторы Центра внешкольной работы и Молодежного центра проводят бесплатные занятия под открытым небом. По-настоящему бодро начинается утро для жителей на улице Силкина. Под зажигательную музыку инструктор Екатерина Депутатова проводит тренировку с фитнес-резинками. Они дают дополнительную нагрузку для мышц, поэтому занятие будет еще эффективнее. Такие встречи тренеры Центра внешкольной работы и Молодежного центра проводят регулярно в рамках программы «Спорт в каждый двор». Ее задача – приобщить жителей города к здоровому образу жизни. Это способствует, конечно, укреплению здоровья, это самая актуальная и понятная вещь. Ну и люди с какими-то проблемами даже после операции приходят и восстанавливают себя на данных занятиях. То есть на площадке, как вы видите, у нас есть тренажеры самые такие элементарные. Плюсом у нас есть рядом прекрасная площадка, на которой дети играют в лейбол, футбол. Ну и занятия с резинками, занятия с гантелями. Прийти на тренировки может любой желающий без ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. Такие занятия под открытым небом – отличная возможность абсолютно бесплатно привести тело в форму и улучшить состояние здоровья. Я занимаюсь недавно. Мне очень нравятся эти тренировки, потому что каждое утро они меня бодрят на весь день, заряжают у меня полностью энергией. И самое главное, они дают мне понять, что в этой жизни нужно что-то пробовать новое, а не зацикливаться на чем-то одном. Около полгода уже хожу на эти тренировки. Я еще также хожу на фитнес. И очень хороший есть момент, что также я по утрам могу приходить на улицу, заниматься, дышать свежим воздухом. Это подкрепляет мое здоровье и поднимает настроение на весь день. Инструктор ждет всех желающих на спортивной игровой площадке на улице Силкина, дом 20, по понедельникам и средам с 9 до 12 часов. Посещать тренировки можно будет до наступления осенних холодов. Занятия фитнесом набирают все большую популярность. Спортивные упражнения позволяют поддерживать себя в форме и привести тело в тонус. Кроме того, фитнесом можно заниматься не только в спортзале, но и дома и на свежем воздухе. Привычный офисный образ жизни, нехватка физической активности оказывают негативное влияние на состояние здоровья современных людей. Этим во многом обусловлена растущая популярность фитнеса – спортивного направления, которое помогает не только обрести физическую форму, но и улучшить качество жизни. Понятие фитнес возникло от английского глагола «to be fit for» – быть в форме, быть бодрым, здоровым. В широком смысле это философия, охватывающая целый комплекс мероприятий. Фитнес подразумевает общую физическую подготовку, включающую не только работу над мышечной массой, но и развитие гибкости, выносливости, координации. Это подразумевает сочетание физических тренировок с правильно подобранным питанием, соблюдением режима дня – все, что относится к здоровому образу жизни. Занятие фитнесом нельзя приравнивать к профессиональному спорту, поскольку его задача – дать организму оптимальную нагрузку. Поставленные цели достигаются таким образом, чтобы сохранить здоровье и достичь результатов без рисков для здоровья. Занятия фитнесом дают человеку избавление от лишнего веса. Занятия и правильное питание помогают нормализовать вес и обрести стройную фигуру. Улучшение общего физического состояния, развитие гибкости, координации, коррекция осанки, избавление от отдышки. Улучшение обменных процессов. Замедление химических реакций приводит к тому, что клетки несвоевременно получают питание. Начинаются дисфункции разных систем организма. Занятия фитнесом помогают ускорить метаболизм. Улучшение кровообращения, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов и варикозного расширения вен. Укрепление иммунитета. Фитнес предполагает регулярную физическую активность, которая повышает объем и скорость распространения белых кровяных телец и напрямую ведет к увеличению сопротивляемости организма вирусным и бактериальным инфекциям. Улучшение состояния порно-двигательного аппарата. Профилактика остеохондроза, артритов и остеопороза. Поднятие настроения. Выработка эндорфинов в процессе занятий фитнесом позволяет справляться со стрессами. Все эти факторы способствуют долголетию, сохранению молодости и активности на долгие годы. Любая физическая нагрузка, включая фитнес, может быть как полезной, так и опасной для здоровья. Это в первую очередь связано с интенсивностью и продолжительностью тренировок. Если правильная физическая нагрузка помогает укрепить мышцы и повысить тонус организма, то чрезмерные тренировки в сочетании с неправильным выбором упражнений и нарушением их техники могут привести к травмированию, проблемам с позвоночником и суставами. Фитнес предусматривает подбор тренировок, соответствующих возрасту, состоянию здоровья, физической конституции, а также контроль их интенсивности. Существуют медицинские противопоказания для фитнеса, при наличии которых занятия можно проводить по рекомендации врача. Нервные расстройства, эпилепсия, злокачественные опухоли, хронические заболевания в острой фазе, периоды восстановления после операции. Чтобы предотвратить наступление неблагоприятных последствий от занятий фитнесом, необходимо периодически проходить медицинские обследования, а также тренироваться под руководством опытного тренера. В фитнесе есть большое количество направлений, каждая из которых основана на определенной методике. К популярным видам фитнеса относятся силовой фитнес, йога, флоу-моушен, стрейч, пилатес, фитбол, аква-фитнес, функциональный тренинг. Благодаря такому разнообразию направлений в фитнесе можно подбирать занятия в соответствии с собственными предпочтениями, возможностями организма и поставленными задачами. Чтобы занятия фитнесом приносили удовольствие и нужный результат, стоит учитывать ряд рекомендаций. Нагрузка должна быть оптимальной и увеличиваться по мере улучшения физической формы. Направление фитнеса и комплекс упражнений нужно выбирать с помощью опытного тренера, который будет учитывать уровень физического развития, противопоказания, возраст, состояние здоровья. Для достижения поставленной задачи необходимо обеспечить регулярность занятий. Проводить тренировки нужно примерно 2-3 раза в неделю в определенные дни. Параллельно с физической нагрузкой нужно придерживаться здорового питания. При этом диету должен составлять специалист, чтобы она была сбалансированной. Во избежание получения травм во время тренировочного процесса важно следить и за техникой пополнения упражнений. Заниматься фитнесом можно и дома.